Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели, когда мы, как и всегда, с вами вместе анализируем основные события, статистику фундамента, складывающийся на всем финансовом рынке и способным повлиять на те инструменты, которые нас интересуют. Еще одна неделя миновала, но мы, к сожалению, никак не можем избавиться от не совсем приятного наследия, такого же фундамента, связанного с рестрикциями, с ограничениями, опасениями, рыночной паникой, продолжающейся агрессией Трампа относительно торгового противостояния с Китаем. Вроде бы как все хорошо складывалось на прошлой неделе, в первые дни мы уже в меньшей степени обращали внимание на это, там ближе к среде уже появились позитивные комментарии о том, что и США, и Китай готовы, собственно, сесть снова за стол переговоров, судить выходы из сложившегося торгового противостояния, ну или, по крайней мере, уже явно выступают за принятие решений, которые уже не эскалируют, без того очень напряженная обстановка, которая влияет, безусловно, на всю мировую экономику. Ну вот, к сожалению, в четверг, возможно, Трамп снова проснулся не с той ноги, но мы услышали в очередной раз о его позиции, которая предполагает все-таки возможность усиления вот этого противостояния и начала полноценной торговой войны, потому что Трампа ни с того ни с сего на довольно спокойном рынке получил, ну, чиновникам, которые ответственны за проведение торговой политики, рассмотреть возможность введения дополнительных импортных тарифов на китайских экспортеров, то есть там речь идет уже о более широкоперечных товарах и номинований в общем долларовой эквиваленте в 100 миллиардов долларов. Китай пока ответные меры не задействовала, но позиция уже основа была озвучена о том, что долговые не останутся и, конечно же, если уж и США продолжают проявлять подобный агрессивный подход к этому неприятному торговому конфликту, то Китай также не будет отсиживаться. Друзья, это, собственно, новостной фон конца прошлой недели. Я, признаться, был крайне удивлен, потому что Трамп ни с того ни с сего стал так активно противоречить своей до этого вроде бы как обозначенной миролюбивой позиции. Я думаю, что такая позиция удивила не только меня, но и много. Поэтому мы, несмотря на довольно противоречивый фундамент по американскому рынку труда, хотя в целом, если разобраться, мы сейчас об этом, условно, поговорим, все-таки статистика больше даже не разочаровала. Секундочку. Поскольку эта статистика вернула на рынок идею того, что пресс может быть более, скажем, активным относительно дальнейших темпов роста процентных отставок, и это должно стимулироваться уже в долгосрочных, скажем, таких горизонтах роста опроса доллара. Но пока, друзья, это не так уж актуально в плане роста доллара, потому что мы уже научны опытом и понимаем, что если на рынке есть фундамент, который заставляет трейдерам все-таки пересиживать в защитных инструментах, они никогда не будут определить статистику, какой бы хорошей она ни была. Поэтому событийный риск хочется уже, как страницу истории, перелистнуть все это, но мы, скорее всего, будем работать с новыми вводными и на текущей неделе, и будем следить, безусловно, за позиции Китая и позиции, собственно, США. В данном случае хочется сразу отметить то, что эскалация напряженности, она может проявиться в любой момент времени, собственно, так же, как и деэскалация. Поэтому мы должны сейчас быть крайне пристально внимательны к тому, что на рынках происходит, и, безусловно, вот насколько мы быстро сможем среагировать на какие-то новостные вводные комментарии, будет зависеть, в принципе, как мы закроем неделю. Я, безусловно, буду бежать вас в курсе, друзья, поэтому еще одна рекомендация. По возможности не пропускайте брифинги. И это, может быть, и не самое передовое по новостям, но все-таки то, что мы встречаемся каждый день, позволяет нам быть в курсе того, что происходит. Но давайте теперь обо всем в порядку. Начнем мы с нефтянки, которая пока радует нас как продавцов. Действительно, мы снижаемся. 67,04 закрытие в прошлой неделе. 67,35 – это сейчас котировки. Причин для того, что на рынке снова развилась коррекционная динамика, на мой взгляд, довольно много. Можно вспомнить сразу и отдельные доклады представителей ОПЕК, отдельных ближневосточных государств, которые еще неделю назад позволили нам говорить о рисках того, что высокие цены на нефть провоцируют ряд государств, которые будут менее приверженными обязательствам энергетического пакета. Мы помним Россию, которая также в прошлом месяце превысила лимиты по добыче, которые определены глобальным энергетическим фактом и соглашением. И на этих выходных хочу сослаться на комментарии министра энергетики России Александра Новко, который отметил, что Россия, безусловно, солидарна с позицией многих ближневосточных стран о том, что нужно принимать совместные усилия, которые направлены на поддержание благоприятной ценовой конъюнктуры. Но Россию пока не устраивает то, что на нее приходится практически ливийная часть вот этой коррекции. И на июньской встрече, я уверен, друзья, там будет очень много сюрпризов, будут обсуждаться вопросы. Ну, если не сокращение код, прежде всего, для России, как одного из ведущих игроков, то, может быть, возможность даже досрочного выхода из этой сделки, мы должны держать это прозапасно в качестве риска для рынка черного золота. Но это риск благоприятный для продавцов, потому что, если эти вопросы будут подняты, то, соответственно, цены на нефть могут показать стремительно нисходящую динамику. Также хочу отметить, что основными локальными факторами разгрузки нефти выступило в решении Трампа все-таки продолжить вот эту санкционную политику, ограничительную в адреса Китая, которая снова вернула рынок разговоры о том, что если в ближайшее время, собственно, стороны не успокоятся, и вот это противостояние тарифное продолжится, то, в конце концов, это неизбежно приведет к, скажем, переходу точек невозврата, который будет основать начало полноценной торговой войны. И мы говорили, что главный риск для рынка углеводородов, для рынка нефти, это снижение темпов роста экономики и, соответственно, падение спроса на нефтьянку. Это, на мой взгляд, возможно, даже основная причина, по которой мы снижались локально от пятницы. Ну и еще, также хочется отметить и статистику Бэкерфюс по количеству нефтяных терминалов. В этот раз человек нас не разочаровал, и мы на многомесячном хай по общему количеству платформ, 808 единиц, рост 798, то есть плюс 10 единиц. Ответственно, учитывая то, что этот блок, то есть этот отчет, эта статистика, опережающая индикатор роста активности американских производителей, конечно же, мы можем говорить о том, что есть все задатки для сохранения высоких показателей роста добычи в штатах. Я не сомневаюсь, друзья, что в эту среду, когда мы будем анализировать очередной отчет от административно-этической информации, мы сфиксируем с вами обновление исторического рекордного показателя по добыче. Напомню, что в последние недели неуклонная тенденция сохраняется. В прошлый раз производство выросло до 10.46. Я уже отметил рекордные показатели, что это стали не еще один шаг, а ближе, собственно, к тому, чтобы занять роль ведущего производителя нефти в мире. Пока что новостной фонд явно располагает к продажам. Не будем, скажем, противоречить сами себе, поэтому я рекомендую рассматривать нефтянку только, так сказать, в виде коротких позиций. И довольно хорошим, интересным уровнем может стать продажа с отметки 68. Но, как вы понимаете, сейчас котировки пониже, поэтому мы работаем с отложкой целой линии. То есть составляемый на уровне 68. Рубль 5808 мы перешагнули с вами через окрепление 58. Это тоже тот уровень, который даже не подвергался сомнениям. Мы констатировали как-то неизбежность закрепления выше. Поэтому, друзья, я рекомендую лишь сейчас уже осмириться с тем, что, возможно, причин для ослабления нефтянки мы набрали уже достаточно. И дальше тенденция уже определена, и, соответственно, тенденция влияния на рубль тоже. Вслед за 58, я думаю, что мы давайте ждать теперь с вами 58, 50 и 59. И по-прежнему ни в коем случае не рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает увеличение курса российского валютного актива. Доллар японской иены, как я уже отметил, все складывалось довольно неплохо. Для американца они только против иены. Доллар действительно укрепил свои позиции и претендовал на то, чтобы показать один из самых лучших результатов по недельных за довольно долгий промежуток времени. И я искренне верил в то, что нам удастся закончить неделю, скажем, спокойным властным фоном, на позитиве того, что США и Китай пытаются найти общий язык, пытаются достигнуть консенсуса и, соответственно, урегулировать вот эти неприятные, подвешенные вопросы, предполагающие разные показатели экспорта и импорта. И, как я уже отметил, ну, лично для меня было большой неожиданностью, то, что Трамп снова сделал комментарии, которые предполагают усиление вот этого протекционизма, тем более, что действительно буквально в среду мы говорили о том, что США заявила о том, что даже прошлые меры, которые были приняты по установлению тарифов, они могут быть и отменены, и не вступить в свою силу только лишь бы Китай, собственно, шел навстречу на уступки и им выполнял все ответы, которые им предъявляются. При этом за четверг-пятницу Китай не сделал ни одного заявления, не принял никакого решения, но Трамп, видимо, гнет свою позицию, видимо, чего-то добивается. Мне по-прежнему хочется верить, друзья, то, что это не очевидная попытка все-таки развязать эту торговую войну, а очень агрессивная переговорческая тактика. В принципе, даже господин Мучин, который возглавляет Министерство финансов, попробовал в конце недели немного смягчить этот геополитический нокаут, сославшись на то, что действительно США не провоцируют торговые войны. И, кстати, еще позвольте вернуться к заявлениям Трампа, который, как вы помните, когда мы только поднимали вопрос о торговых войнах, это было много недель назад, отметил то, что если США будут тянут торговую войну, он, собственно, США их выиграл. И вот те комментарии, которые мы слышали о Трампа в конце прошлой недели, они полностью были, скажем, несоответствующими тому, что было сказано раньше, потому что Трамп признал, что все торговые войны уже Соединенные Штаты проиграли. И в данном случае те решения, которые принимаются, они направлены на то, чтобы создать условия на рынке, при которых американская экономика основан в области осили. Рынок участники, рынка трейдеры, которые покупали доллар в расчете на позитив, до сих пор находятся в состоянии пространства. Они не знают, что с долларом сделать дальше. Потому что вроде бы как фундаментальный фонд, а в целом, если опустить политику в фундамент, статистика, перспективы получения процентной ставки, все это способствует покупкам доллара. Но с другой стороны, подвешенное состояние отношений, которые снова расколитесь на красна, между США и Китаем не позволяют валиться на покупки доллара. Я бы очень хотел дать вам сейчас стоящую рекомендацию, друзья, но это очень трудно сделать. Вам нужно смириться с тем, что рынок находится сейчас в таком состоянии, когда, пожалуй, нужно делать большую ставку на удачу, принять инвестиционные решения. Какой фонд в итоге будет преобладать, какой фонд будет доминировать. Я все-таки, как и раньше, располагаю к тому, что у доллара есть шансы вырасти. Я верю в здравомыслия Китаю. Я верю в то, что в ближайшее время нас снова порадуют комментарии о том, что переговоры продолжаются. И я продолжаю тратиться на статистику, которая, собственно, в прошлой неделе была приурочена к сектору рынка труда. И статистика, на мой взгляд, довольно неплоха. Если закрыть глаза на количество новых рабочих мест, там мы не дотянули до прогноза, потому что он был около 200 тысяч, а практически, наверное, составил 103 тысяч. Но я до этого говорил, что для нас куда важнее анализировать рынок труда с точки зрения прироста заработных плат. Потому что именно от этого зависит то, насколько быстро и вообще будет ли расти общий показатель инфляции. И со статистикой по оплате труда все очень даже неплохо, потому что в месячном выражении прирост 0,1-0,3 и в годовом с 2,6 до 2,7. Напоминаю, что председатель американского регулятора Джером Пау опирается именно на этот отчет. И у нас в пятницу была его пресс-конференция, где он абсолютно не двусмысленно отметил, что, напомню, эта конференция уже после выхода данных по рынку от труда, то, что ПРС остается на пути к повышению процентных ставок, ПРС и дальше будет придерживаться политики постепенного ужесточения режима, потому что этот режим, то есть постепенное повышение процентных ставок, необходимо для того, чтобы ситуация на рынке улучшалась, для того, чтобы росли заработные платы и рост общих показателей инфляции. И на вопрос о том, насколько, собственно, еще аналогичных шагов и действий настраивался рынок в этом году, собственно, Джером Пау еще раз отметил, что все будет зависеть от статистики. Но лично я для себя сделал вывод какой-то, что Джером Пау оставил в качестве основного ориентира, как и Джанна Херин когда-то, показатели инфляции, друзья. Но ведь у нас ростов заработной платы, значит, мы можем делать ставку на то, чтобы показатели инфляции. В эту среду у нас, собственно, данные по индексу потребительских цен США, пожалуй, это такой же крутой, важный и сильный отчет для всего рынка, как были нон-пармпэтлсы минувшие недели. Поэтому ждем эту среду, ориентируемся на доллар, верим в статистику и будем стараться найти ответы относительно дальнейших планов по процентным ставкам именно в отчете о инфляции. Предлагаю использовать оттушку на эту неделю. Если что-то произойдет в ближайшие дни, мы будем с корректируем. Но пока баринец, 106.50, это пара доллар-японская иена. Евро против доллара в конце недели, собственно, ничего не изменилось. Европейская валюта воспользовалась локальной слабостью доллара, чуть выросла. Но я напоминаю, что до этого мы с вами работали с нисходящей динамикой и видели в этом несколько причин. Во-первых, это и локальное укрепление американцев в начале недели, первая причина. Вторая причина – это комментарии господина Леоканова, которые, возможно, станут будущим главой Европейского центрального банка, о том, что мягкая политика будет неизменной перспективе 2018 года. И мы помним отчет по базовой инфляции, который не дотянул до прогноза, который остается на основах, как и раньше, в уровнях, угрозающих низких уровнях, которые позволяют долгосрочно ориентированным трейдерам понимать, что ИЦБ не будет корректировать монетарную политику. Я даже уверен, что изменений каких-либо не произойдет ни при драге до конца, а, собственно, действия у полномочий, то есть, в октябре следующего года, да и после. Потому что инфляция по-прежнему очень далека от целевого ориентированного по 2%. Базовая инфляция сейчас, соответственно, отстает на 1%. Вы понимаете, что это очень и очень много. Предлагаю торговать евро на этой неделе через продажи. Оргушка селлимита 1.2310, с этого уровня мы подключимся к коротким позициям, может стать также довольно интересным инвестиционным решением. Доллар канадец на прошлой неделе воспользовался поддержкой сильной статистики по рынку труда национальному уровню заработки центра. Остался на уровне 5.8%, поэтому изменение числа занятых, то есть, рост количества новых рабочих мест превысил вдвое показателей позавшегося, что в месяц с 15.4 тысяч практически рост был до 33.000. Но важно отметить, что в этот раз статистика была отыграна без каких-либо литьеватости, то есть, сильный отчет поддержка для канадцев. При этом, этот сильный отчет важное замечание и важное дополнение не вернул на рынок разговор о том, что Банк Канады будет повышать процентный старт. То есть, абсолютно все уверены в том, что один локальный отчет меняет тенденцию и Банк Канады, как и было отмечено руководством Банка Канады, скорее всего, вернется к вопросу повышения ставок не раньше начала 2019 года. То есть, у нас есть ощущение скопулировать на слабости канадца. Единственное, что сейчас на руку канадскому доллару слабость американца, но мы понимаем, что стоит только улучшиться геополитической картине, юристикат снова пойдет вверх, а пара очень быстро может отыгрывать утраченные пункты. Тем более, что сейчас заблаговолит такой динамик и снижение цен на нефть. Какого-либо уровня интересного я сейчас по паре доллар-канадеца не вижу. Я давно нахожусь в длинных позициях и буду подчеркивать ту активность, которую я проявляю в этой валютной паре. То есть, я ее покупаю. Хотите, присоединяйтесь тоже к этой позиции, фундаментально будет бежать по скорости. Если вам нужен настоящий уровень, как только он будет собственно найден, я вам о нем расскажу. Фунт против доллара растет. Британская валюта радует нас, хотя текущий уровень 1,41 это по-прежнему все еще скромное значение. Нам нужен профиль побольше. Этот профиль мы сможем получить только после того, как пара идет выше от них 1,43. И есть для этого все шансы, потому что завтра у нас выступление одного из голосующих членов Банка Англии господина Халдена напомнило, что это чиновник, который по влиятельности может посопенчить даже с Марком Канн. Соответственно, если Халден, я в этом не сомневаюсь, снова скажем, будет говорить о перспективе денежно-кредитной политики, нам известна его позиция, его взглядом сторонник необходимости повышения процентной ставки. Это может придать паре дополнительный импульс. Завтра это событие, друзья, будем иметь его в виду и заранее рассматривать только длинные позиции. Еще хочу выделить австралийца, поскольку на мой взгляд сейчас пара близка к очень хорошей точке входа, но это сделка крокосочного характера, я сегодня продлинаю за тем, как пара закроет текущую топовую сессию и, соответственно, понаблюдаю за тем, как будет вести себя доллар. И если австралийцы вас интересуют, тогда завтра попробуем найти уровень, чтобы поспекулировать этим дуэтом валютных активов. Но в целом моя позиция долгосрочная остается неизменной. Я считаю, что австралийцы против доллара неизбежно окажутся ниже отметки 0.75. Произойдет это может все-таки избавиться от неприятного для себя груза, геополитических рисков и, собственно, сможет снова вернуться к отыгрыванию на мой взгляд однозначно положительных макроэкономических данных, которые позволяют нам верить в более высокий темп рост процентных ставок и в более жесткий монетарный режим. Из событий сегодняшнего дня в понедельник традиционная торговая сессия довольно спокойная, но сегодня давайте последним за тем, что будет с евро более внимательно поскольку в 16.00 у нас выступление заместителем главы Европейского Центрального Банка Виктора Констанцию, а в 19.45 выступление главного экономиста ЦБ Питера Апрадо. Соответственно, итоги того, что будет сказано и мы проведем завтра, но если все будет так, как хотелось бы, оба этих выступления будут снова приурочены к важности мягкой экономической политики, что может стать причиной слабости евро. Друзья, на этом все. Хорошей вам торговой недели. Увидимся мы с вами уже завтра снова на брифинге, который проходит как и всегда в прямом и перечерии через респот в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...